Согласно статистике, доля курильщиков электронных устройств в России с 2014 года выросла почти в два раза. При этом до сих пор нет четкого понимания, насколько опасны для здоровья электронные сигареты и курительные устройства вейперов. Тем не менее, большинство специалистов уверены, вред от них чуть ли не больше, чем от сигарет обычных. Но никотин, который хоть и содержится в минимальном количестве, вредит и сердечно-сосудистой системе, и всему организму в целом. Новый стандарт как раз и направлен на разделение подобной продукции. В перспективе он позволит сделать более прозрачный состав курительных смесей для испарителей и их влияние на организм. Сейчас не существует ГОСТа на нагревательные табако-смеси, но почти вся жидкость, которая присутствует в профессиональных магазинах, имеет зарубежные сертификаты. Чего нельзя сказать про обычные уличные лавки. Своё профессиональное мнение нам рассказал продавец электронных сигарет. На запись он присутствовать отказался. Недобросовестные магазины, которые покупают, допустим, там жидкость непонятных городов из Китая, которые делают там непонятные клоны и так далее. Все вот, допустим, премиальные жидкости там из Америки и из России, которые делаются на заводе, там имитируют стереотворческие рейли, у них есть сертификаты и так далее. Ну, вообще бы не помешал, да. В принципе, ГОСТ нужен. Да, ГОСТ нужен. Помимо так называемых подпольных магазинов с жидкостями, сейчас их можно заказать и из интернета. За их качество также никто поручиться не может. Поэтому до введения ГОСТа каждый действует на свой страх и риск.